Future perfect – это будущее совершенное время. Future perfect образуется с помощью will have и третьей формой глагола. Напомним, что если правильный глагол, то третья форма образуется путем добавления окончания ed, add, а если неправильный, то третью форму мы подсмотрим в таблице неправильных глаголов. Для примера возьмем глагол read – читать. I will have read the article by ten o'clock. Я прочитаю статью к десяти часам. To read – неправильный глагол. Вторая и третья форму у него совпадают по написанию с первой, но произносятся они как read. Чтобы образовать вопросительную форму, нужно поставить will перед подлежащим. How many pages will you have read by five o'clock? Сколько страниц ты прочитаешь к пяти часам? Отрицательное образуется с помощью добавления отрицательной частички not – will. Will not – сократиться до – won't. I won't have read his next book before the weekend. Я не прочитал бы его следующую книгу до выходных. Давайте теперь поговорим о случаях употребления. Мы используем future perfect – будущее совершенное время, говоря о действии, которые закончатся к определенному моменту в будущем. Представим себе такую ситуацию. Сегодня пятница, а работа не в проворотах. Тут еще и друзья зовут вас в бар. Как бы вы написали друзьям, что закончите работу к семье? Напишите в комментариях, какой ответ вы считаете правильным. В описании под этим видео вы найдете ссылку на брошюру по всем английским временам. Там есть и бесплатная версия. Поэтому скачивайте ее и щелкайте временами как носитель. Или оставляйте заявку на первый бесплатный вводный урок.